В Мариинском посаде прошли масштабные обсуждения, посвященные развитию исторической части города. На одной площадке собрались дизайнеры, руководители министерств и ведомств, художники, архитекторы и жители. Именно их мнения станут приоритетными для разработки проекта по благоустройству. Подробности в нашем сюжете. В этом году Мариинскому посаду 400 лет. И всегда сюда стекались туристы. Однако на сегодняшний день в центре города нет определенного места, где можно выставить, скажем, сувенирную продукцию. А значит, представить город в самом лучшем его виде. У нас негде выставить свою продукцию мастерам-ремесленникам. Я также являюсь мастером-ремесленником. Я изготавливаю русские обереги из лыка и сувенирную продукцию. И мы хотели бы, чтобы это все было обустроено, чтобы были сделаны какие-нибудь торговые палатки, торговые ряды. И спокойно выходили и представляли наш город. Еще мне хотелось бы, чтобы у нас обустроены были на набережной туалеты. Это целая проблема на самом деле. Переживания по благоустройству родного города у жителей Мариинского посада хватает. Их мнения стали ключевыми на публичных слушаниях. По мнению организаторов, горожанам лучше знать, где проложить дорожку или установить скамейку. Всего на проектном семинаре участвовало 15 рабочих групп. Их предложения и пожелания после публичных слушаний станут основой для большого проекта. Нам нужно благоустроить само историческое ядро города Мариинского посада. Наполнить культурной составляющей, событийной составляющей, чтобы людям разных категорий было интересно приезжать сюда. Чтобы люди, которые выбрали паломничество, соответственно, нам нужно здесь восстановить храмы и привести их в должный вид. А если мы говорим о туризме на Валдае для семей, о туре выходного дня для семей с детьми, то мы должны обеспечить интерес работу кафе, магазинчиков, сувенирных лавок. Состоявшиеся публичные слушания стали следствием победы Мариинского посада во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Победа предполагает финансирование в размере 69 миллионов рублей, которые и пойдут на реконструкцию городской набережной. Маргарита Левова, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.